Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать о приложении, с помощью которого можно визуализировать какие-то схемы или процессы. Но в отличие от приложения Кода, о котором я рассказывал недавно и который является настоящим комбайном, приложение Куму, о котором пойдет речь сегодня, более специфическое, но на мой взгляд оно позабавнее. Итак Куму. Логотипу выбрано вот такое дерево. И это действительно подходящий логотип. Есть платные тарифы, но бесплатный вполне рабочий. Поэтому join for free. Пока все предельно дружелюбно. Зарегистрировались в один клик, но это обманчивое ощущение. Создаем новый проект. Можно выбрать приватный и публичный, то есть либо будут видеть все, либо только те, кому вы дадите такие права. Но это понятно. И тут он нам предлагает выбрать несколько вариантов оформления. Собственно, что такое Куму? Куму это, даже не знаю как назвать, дерево, таблица, карта. То есть это такая штука, которая визуализирует процесс или структуру в виде вот такой системы связи элементов. По каждому элементу есть, давайте что-нибудь выберем другое, тут все как-то сложно. Вот, сельскохозяйственная экосистема в Канаде. То есть это какая-то система взаимосвязи элементов с достаточно подробным описанием каждого. Все так визуально вполне привлекательно и если для частного использования сложно найти применение Куме… Куме… Да, правильно, наверное, так. То для третьего сектора, для НКО и каких-то активистских организаций такие карты могут быть очень востребованы. Итак, мы можем выбрать разные стили оформления под разные задачи. Остановимся на этом. Имя карты. Будем составлять карту моей работы. Белый лист – это всегда приятно. Добавляем элемент. Я. А вот я появился. Я, во-первых, могу выбрать тип элемента. Скорее категорию. В данном случае я персона. Могу добавить фотографию. Добавляем описание. Оно может быть очень подробным и не очень. И можно добавить еще какие-то поля. В зависимости от потребностей. Ну, например, email. Вот есть базовый элемент. Я. Что касается работы. Я работаю на теплицу. Это организация. Вообще сюда можно добавлять свои типы. Ну, скажем, клиенты. Но теплица – это все-таки организация. Хорошо бы указать email. Ну и добавим поле адрес. Заполнять не буду. Можно еще теги сюда добавлять. И я с теплицей нахожусь в рабочих отношениях. То есть у нас есть связь. Добавим connection. Так как теплица была выделена, он ее подцепил и просит найти элемент, с которым она связана. Словой ломовым. Все. Связь установлена. Теперь мы будем вот так вот всегда друг за другом бегать. И кто у нас тут есть еще? У нас есть зрители. Зрители – это… Ну, это, конечно, не клиенты, но будем считать, что клиенты. И зрители связаны, во-первых, со мной. Точнее, я с ними связан. А во-вторых, с теплицей. Вот. Теперь мы уже втроем тут скачем. А еще есть какие-то разовые мероприятия. Скажем, сетевой апрель. Назовем их акциями. Он связан со мной и с теплицей. Вот. Такая получается у нас структура. Она очень забавно прыгает. Прямо как в жизни. Но если вы не хотите, чтобы какой-то элемент прыгал, например, он является центральным и его можно закрепить вот здесь. А дальше можно все это еще и раскрасить. Например, можно выбрать цветовую схему в зависимости от типа элемента. Вот такое все стало разноцветное. Можно, например, декорировать отдельные элементы. Выделили теплицу. Зашли в расширенные настройки. Выбрали Decorate Selected, то есть декорировать выбранные. И выбрали какой-то цвет. Ну и, соответственно, не только цвет. Тут можно изменить все, что угодно. Да, ну там, скажем, можно увеличить размер. Причем декорировать можно как выбранные элементы, так и группы элементов. Сейчас создадим еще один. Кстати, изменение внешнего вида нужно сохранять вот тут, а то они пропадут. Так. Теплосеть запишем в акции. Тоже как сетевой апрель. А вот сейчас они стали одного цвета. И если мы декорируем, скажем, по типу элемента, то есть по типу акции и поменяем цвет, то у всех элементов типа акции поменяется цвет. А сейчас мы пропишем название для связи. Такое тоже бывает нужно. Вообще тут все, к сожалению, непросто. Вот прямо совсем. Здесь очень широкие возможности. Я бы сказал, что не всегда очевидно, как и чем тут пользоваться. Поэтому этот скринкаст, он скорее обзорный. То есть это буквально две-три функции из широкого набора функционала, который содержит в себе кума. Но даже с помощью этого можно уже что-то сделать. А далее, соответственно, можно расшарить проект, если он публичный, просто скопировав и отправив кому-то ссылку. Либо, если он закрытый, предоставив права доступа. Человек должен быть зарегистрирован в системе. Я тут завел себе второй аккаунт специально, чтобы показать, насколько это просто. Не думаю, что продолжу рассказывать про куму. Все-таки там есть, о чем рассказывать, и это не один скринкаст. А тема узкая и, честно говоря, жалко тратить на это скринкасты. Но, как всегда, выбор за вами. Голосуйте лайками и комментариями. А еще подписывайтесь на наш канал, ну и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok